Всем привет! Меня зовут Шумаева Дарья и я являюсь тренером Голд Фитнес Хэмптон. Сегодня я хочу вам рассказать о своей тренировке, при помощи которой я смогла добиться плоского живота и тонкой талии. Итак, первое упражнение – обычное скручивание. Исходное положение мы принимаем лежа на спине. Лопатки прижимаем к полу, ноги ставим пошире, чем на ширине плеч, стопы плотно стоят прижаты к полу. Руки плотно прижимаем к груди и на выдохе выполняем отрыв лопаток и округление спины. Мышцы пресса у нас напряжены. Делаем выдох, на вдохе мы опускаемся, но до конца лопатки не опускаем. Мышцы пресса оставляем напряжение. И снова делаем выдох, округляем лопатки, на вдохе опускаемся. На выдохе принимаемся, на вдохе опускаемся. И так делаем три подхода по 15 повторений. При выполнении этого упражнения очень важно утерять внимание дыханию. На выдохе мы делаем усилия, то есть приподнимаем лопатки, а на вдохе опускаемся. Мышцы пресса должны постоянно находиться в напряжении, их расслаблять не нужно. Следующее упражнение скручивание с одновременным подтягиванием ног к груди. Исходное положение принимаем. Лежа на спине, ноги вытянуты вперед, руки к бокам тела располагаются. И на выдохе мы выполняем одновременное скручивание и подтягивание колен к груди. И так делаем выдох. На вдохе вытягиваем ноги до конца, не кладем на пол, оставляем напряжение. И снова делаем выдох, скручиваемся и вытягиваем ноги. Выдох. Вдох. Расслабляем. Это упражнение мы выполняем в 4 подхода по 12-15 раз. Очень важно также соблюдать дыхание, делать усилия на выдохе и на вдохе расслабления. Ноги мы до конца на пол не кладем, оставляем напряжение мышцы пресса. Вперед отдыха между подходами 15-20 секунд. И между упражнениями мы делаем отдых где-то 30 секунд. Итак, третье упражнение. В нем мы делаем акцент на косые мышцы пресса, то есть на боковую поверхность живота, для того, чтобы их тоже можно было укрепить. Выполняем для этого мы косые скручивания. Исходное положение принимаем лежа на спине. Ноги согнуты в коленных суставах. И стопы стоят плотно в опоре, то есть касаются пола. Рыбь кладем за голову. И выполняем округление лопаток и подъем верхней части тела, то есть корпуса спины, с одновременным поворотом в противоположную сторону. То есть локоть правой руки. Мы тянем колено левой ноге. И, соответственно, с левым локтевым суставом мы делаем то же самое. Выполняем поворот к противоположной ноге. Итак, делаем на каждую сторону по 15 раз. Важно здесь делать выдох на округленный лопаток. На вдохе мы расслабляемся. Это упражнение также выполняем на выдохе. Важно ноги постоянно держать во поле и не отрывать их от пола. Следующее упражнение мы будем выполнять с фитболом, с передачей мяча. Для этого нам нужно лечь на коврик. Зажимаем пятками фитбол. Выпрямляемся. И на выдохе мы выполняем передачу мяча в руки и опускаем его за голову. Ноги при этом тоже расслабляем, опускаем. И снова на выдохе передаем обратно. Возвращаем. И также повторяем дальше. На выдохе придаем. На вдохе расслабляемся. Изначально мяч мы придаем из ног в руки и возвращаем обратно. Это одна единица выполнения упражнений. Таких мы делаем 12-15 повторений. В каждом подходе. Это упражнение вам поможет максимально добить прямые мышцы живота к концу тренировки. Следующее упражнение поочередное поднимание ноги из положения планки на локтях. В качестве исходного положения мы принимаем планку на локтях. При помощи рук мы делаем треугольник. И он нам служит в качестве опоры. Принимаем тело в одну линию. Таз мы высоко не поднимаем. Чуть-чуть опускаем его. При этом пресс у нас напряжен. И на выдохе мы выполняем подъем одной ноги вверх. На вдохе опускаем ее плавно. Делаем на выдохе снова подъем ноги вверх. На вдохе опускаем. Пяточка у нас натянута вверх. Не носочек. Снова делаем выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И так выполняем 10 раз на каждую ногу. При выполнении этого упражнения очень важно уделять внимание расположению таза. То есть уровень тазоведренного сустава должен быть на одной линии вместе со спиной и на одной линии вместе с ногами. То есть попа у нас не должна перениматься высоко вверх. Мышцы пресса при этом должны быть напряжены. Мы их подсознательно должны напрягать. При отведении ноги вверх важно выполнять отведение с акцентом на пяточку. То есть нужно тянуть вверх пятку, а не носок. Итак, последнее завершающее упражнение – планка на локтях. Планку мы выполняем таким образом. Мы принимаем исходное положение. Так же, как и в предыдущем упражнении, мы руки ставим треугольником. Это нам послужит опорой. И принимаем одну линию с телом, то есть параллельно полу. Таз мы при этом не поднимаем вверх высоко, а стараемся держать его на одной линии со всем телом. Наша задача – в этом положении придержаться максимальное количество времени. При этом не задерживая дыхание, ровно дыша. Мышцы пресса при этом напряжены подсознательно. Планку выполняем мы таким образом. Каждый подход мы удерживаемся максимальное количество времени. То есть один раз мы удержались максимальное количество времени, чуть-чуть отдохнули – 15-20 секунд, и затем снова повторяем и удерживаемся максимальное количество времени. И так в два-три раза. После любой физической нагрузки обязательно нужно делать растяжку тех мышц, которые мы задействовали. И, соответственно, при выполнении упражнений на мышцы пресса мы также делаем в конце занятия растяжку. Итак, для того, чтобы растянуть прямые мышцы живота и вообще мышцы пресса, мы выполняем прогиб в поясничном отделе. Для этого мы ложимся на живот, руки ставим под плечи и выполняем прогиб на выдохе. Делаем прогиб в поясничном отделе, тем самым тянем мышцы пресса. Максимально отклоняемся назад. Натянулись. Вы должны почувствовать небольшое тепло, которое проходит по животу. Мы сейчас с вами провели тренировочку на мышцы пресса, на мышцы живота, которые вам поможут приобрести тонкую талию и плоский животик. Подписывайтесь на наш официальный канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...